Субтитры создавал DimaTorzok А потом, если у кого-нибудь будет время из вас и желание, то вы можете остаться на погребении. Человека, которого вы не знаете, и с которым чай не пили и бутсори не съели. Но, тем не менее, вот видите его сегодня, последний раз, вот он здесь находится в храме тела, где-то душа здесь бодрствует возле своей плоти, слушает службу. Вот, и должен вам сказать попутно, пользуясь случаем, что ходить на молитвы общественные, на чужое праздник, на чужое горе, можно независимо от того, знаешь ты человека или не знаешь. Конечно, если тебя отпускают, если твое присутствие никого не напрягает, не создает никакого диссонанса. Например, вот сколько у нас девушек желают выйти замуж и долгие годы живут, так сказать, с этой совершенно очевидной, нормальной, природной мечтой завести с семьей выйти замуж ими детей. И вот не дает им как-то Бог. А есть такой, например, простой рецепт, один из простых рецептов. Если видишь венчание чьё-то, пойди туда, где кто-то венчается, пойди к тем, кому Бог дал радость встречи и кого Бог скрепляет узами брака и помолись там за него. То есть поучаствуй в чужой радости. Встань в уголочке и там слышишь имена этих жениха с невестой и радостью порадуйся с ними. Порадуйся за чужую радость. Как есть такое правило, апостол Павел говорит, с радующимися радуйтесь, с плачущими плачьте. Это совершенно простые слова, которые не так легко исполнить, потому что сердце человеческое злое, и человеку гораздо легче получается с плачущими радоваться. А с радующимися плакать. Плакать от зависти, когда радуется кто-то, и радоваться от злорадства, когда плачет кто-то. Попробуй и скажи, что у тебя этого нет. Может быть не так явно оно у каждого человека, можно быть совсем уж злодеем, чтобы хохотать возле чужих слез. Такого нет. Но есть некая тайная радость от чужих и счастье. Человеку хочется возвысить себя на фоне чужой беды. Человеку хочется почувствовать, что у меня еще не так все плохо, у этих хуже. Слава тебе, Господи, как доктор его негодяй. Слава Богу, слава Богу, и что, слава Богу, что у меня такого нет. Больного проверяли, понимаете. Поэтому простейшие законы Божии, они тяжелейшим образом исполняются. Потому что человек заражен и прокажен. Человек болен, у человека больное сердце. И самые простые вещи человеку даются с большим трудом. И вот одна из таких простых вещей, это с радующимися радоваться. Я вас призываю к тому, чтобы вы не приходили мимо чужих венчаней. В особенности, не женатые, не замужние. Чтобы вы, те, кто желает, конечно, в брак вступить, чтобы вы подключали свою душу к чужому торжеству. Молились Богу о них. Стояли где-нибудь, повторяю, в уголочке. И не без зависти, конечно. Конечно, не без зависти. Куда ведешь эту паршивную зависть? Но все равно. Но все-таки с радостью, за чужое счастье. Просили Господа Бога, чтобы эти люди, которых вы не знаете, которые под венцами стоят, чтобы они были верны друг другу. Чтобы они долго жили. Чтобы Господь дал им полную чашу в доме. Чтобы они не разошлись, не рассорились, не изменили друг друга. Чтобы у них дети здоровые рождались. Вот от сердца попросить за кого-то, попросить кому-то счастья. Как блаженная Ксения всю жизнь провела в своем, вот в этом занятии. Она потеряла любимого мужа. Детей не родила, не успела родить. Значит, мужа потеряла. И осталась как перст одна. И стала молиться Богу за него, потом за всех. И сегодня мы знаем, что она вымаливает людям в особенности семейное благо и такое житейское счастье. Там мужа, детей, квартиру, работу, здоровье, примирение с дурными сродниками. То есть вымаливает людям то счастье житейское, которое у вас сама была напрочь решена. Это великая такая, знаете, благодатья. И вот так надо поступать. Вот если человек поймет этот простой совет, распространит свое сердце, будет молиться о чужом счастье. Я вас уверяю, вы умножаете стократно шансы самому быть счастливым. Потому что человек обычно эгоистично думает только о себе. Я вот вам говорил в прошлый раз, что многие приходят в церковь не для того, чтобы помолиться со всеми вместе, а чтобы самому помолиться независимо от того, кто здесь еще есть. Это особенно видно на целовании икон, когда готовятся дары святые. Вот закрывают. Ну, мы вроде молимся, пока литургия идет. Вроде мы все вместе молимся. Стоит закрыться царским вратом, священник не может сразу вынести вам причастие. Священник там должен причаститься сам, дьякона причастить, потом подробить святые дары, приготовить их, в чашу сложить, все. Это нужно там минут семь-восемь, там сколько раз. И как только царские врата закрылись, хор пропел какую-то стихию, начинают читаться молитвы причащения чтецом, и тут началось какое-то брожение. Ходят, начинают ходить, бродить, туда-сюда. Все, как вспоминают, что икону поцеловать, как будто вспомнили. Идут к иконе в очередь, свечки жгут. Нет, чтобы постоять, собраться с мыслями, все вместе здесь, вот как раз никуда не расходясь, не разбредаясь. Как где стоял, там и стоял. Если причащаться, готовишься, значит, собирайся с мыслями, слушай, что чтец читает, значит, читают молитвы к причащению. И вот стой на месте и готовься к вынесению чаши. Сейчас врата откроются, уже скоро, и выйдет священник, скажется страхом Божиим и верою приступить. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы не чувствуем себя, как церковное тело. Мы не чувствуем себя, как пять пальцев на ладони, в одной ладошке. Мы чувствуем, что каждый сам по себе. Хочу туда побреду, хочу сюда прибреду, хочу отсюда туда уйду, хочу здесь опять сюда постою, там посижу, там где-то поздоровую с кем-то, поморгаюсь, там пошушухаю с кем-то. Это полное отсутствие церковного организма, так сказать. Отсутствие чувства тела. Это только здесь. Это везде так. Это нужно кол тесать на голове людям, чтобы они поняли, что они в церкви вместе. Что это церковь, а не, так сказать, каждый сам по себе и каждый сам за себя. И из-за этого бытового, повседневного, в том числе и духовного, молитвенного эгоизма мы вообще почти не молимся друг за другом. Ну, конечно, записки пишут. А так, чтобы мы сердце свое, так сказать, подергали, чтобы нам сердцу больно стало, и мы с болью сердца за год помолились, это бывает очень нечасто, далеко не укажено. И вот когда вы видите чужую радость, радуйтесь с радующимся. Соответственно, по аналогии, когда вы видите чужую скорость, с плачущими учитесь плакать. Вот лежит покойник. Кто из вас его знает? Никто. Но в общих чертах можно представить себе, что такое жизнь человеческая. Это большая тайна. Когда разбивается самолет, от него остается черный ящик, так называемый. Хотя он по виду, это он никакой не ящик, это такой шар, и совсем не черный, а оранжевый. Вот такая интересная вещь. Это оранжевый шар, в котором хранятся приборы, записывающие все происходившее на борту. То есть всю тайну самолетов несет в себе этот прибор, который все потом ищут, чтобы узнать причину падения, причину некатастрофы. Разговоры на борту записываются, работы всех механизмов. Вот в человеке такой черный ящик, такой оранжевый шарик, это сердце человеческое. Там скрыта вся тайная информация о жизни человеческой. Все вздохи, все слезы, все крики, все плачи, все поцелуи, все объятия, все мечты, все желания, все прочитанные книжки, все сказанные слова, все помыслы, пробежавшие по сердцу, все грехи совершенные, все добрые дела сделанные, все добрые дела не сделанные, которые хотел сделать и не успел. Все злые дела не сделанные, которые хотел сделать, а не получилось, Бог не дал. Все эти тайны человеческие, переплетенные клубком, которые невозможно распутать человеческими пальцами, Жуткие тайны отдельно взятого сердца человеческого. Все это хранится в сокровищнице человеческой души. И человек голый, не покрытый ничем, стоит возле тела своего, лежащего, готового лечь в зев, открытый зев, разрытые могилы. И он, значит, ожидает длительного путешествия пред крестов Божий на нелицеприятный, справедливый суд, на котором никто никого не обманет, ничего не спрячет человек от Бога, никого не попросит заступиться за Него, скажет, ну кто тебе там, адвоката нету никакого, никакого нету, значит, ну никого нет, ты и судья, Бог и душа, вот тебе и все. И никуда ты не убежишь, не скроешься, и Бог тебя не обманет, и ты его не обманешь. И, конечно, попадая в область этого света, в котором все открылось, как писал поэт в 19 веке, все внезапно озарится, что казалось и темно, трепенется, пробудится совесть, спавшая давно, и тогда она укажет на земное бытие. Что ж он скажет? Что он скажет в оправдании своем? Что скажет человек в оправдании своем? На кого он? Кем отмажется? Скажет, звезды так сложились, что я грешил, потому что по гороскопу я очень... скажет, я был нервный, потому что по гороскопу я очень нервный. Скажет такое Богу еще? Не скажет. Я был ленивый, потому что звезды сложились и родился там в год ленивца, например, по китайскому календарю. Конечно, не скажет. Скажет, у меня родители были плохие, у меня плохая генетика, у меня, так сказать, плохая наследственность. Скажет Богу такое еще? Конечно, не скажет. Скажет такой, я жил в такой стране, в которой закон Божий преподавался. Виноват Хрущев и Сталин. А я вообще, если бы я с детства учил закон Божий, я бы, конечно, был хороший. Скажет такой человек? Не скажет. И другое всякое такое. У меня был хороший сын, а потом плохая невеста появилась. И я всю жизнь, как кот с собакой, значит, не прогавкалась до самой смерти. Скажет такой человек? Покажет на невесту пальцем? Не покажет. Ни на кого человек не покажет пальцем? Ни на правительство, ни на государство, ни на звезды, ни на генетику, ни на папу с мамой. Только будет отвечать за все свои дела и слова перед судьей, который не ошибется ни в чем. Господь не ошибается. Господь справедливо и праведно и достойно скажет человеку одно слово. Или скажет, заходи, или скажет, уходи. Ворота рая будут открыты, и будет сказано человеку только, или придите благословенные, или отойдите проклятые. Так будет сказано в день страшного суда. А пока что еще страшный суд не наступил, но совершается некий частный суд над человеком. Человек либо предвкушает блаженство в будущее, либо человек трепещет в будущего суда и ощущает, что он много-много перед Богом собрешек. Даже вопрос ведь не в том, сколько ты грехов сделал. Вопрос вообще, для чего ты жил. То есть количество грехов, два греха или сто грехов, в общем-то разница небольшая. Перед лицом вечности, например, длина жизни не имеет никакого значения. Пять лет прожил ребеночек, например, что-то там и болезнь его скосила. Или восемьдесят лет прожил дедушка и ушел в путь всей земли в преклонном возрасте. Восемьдесят и пять перед вечностью, это одинаковая песчинка. Это ничего не значит совершенно. Сто грехов человек сделал или три греха, тысячу грехов или сто двадцать грехов. В этом нет никакого разницы, одно и то же. Грех есть грех, и все равно он пятнает душу, и здесь количество ничего не решает. А вопрос там, для чего ты жил, куда ты стремился, кого ты любил, куда было положено сердце твое, в чем была святость жизни твоей, так сказать, внутреннее наполнение твоей жизни. То есть, хотел ли ты Богу угодить, трудился ли ты над тем, чтобы лучше стать, упражнялся ли ты в заповедях Христовых, как мы сегодня в Евангелии читали. Имеющий заповеди мои и соблюдающий их, то и есть любяй мя. А любяй мя возлюблен будет отцем моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Говорит Господь Иисус Христос в первосвященской молитве. То есть, любишь Христа, имеешь заповеди Его и соблюдаешь их. Это цель жизни, это вектор направления. Ведь, повторяю, еще раз повторяю, это очень важно. Вопрос не в количестве грехов, вопрос в направлении жизни. Для чего ты живешь, куда ты идешь, во что ты веришь, кого ты любишь, что для тебя свято, что для тебя цель жизни. В этом самое главное. Остальное это все мелочь, остальное это бухгалтерия. И я вас уверяю, что Бог на бухгалтерии. Он не будет подсчитывать там какие-то эти все, понимаешь, листать эти книжки, значит, и там всех этих наших блох высчитывать. Не надо это совершенно. Все будет понятно в одну секунду. Вот только глянь на человека, и все ясно. Кто ты и куда ты? Ты овца или ты козел? Или тебе направо, или тебе налево? Не нужно волосы, все волосы на козле посчитать. Или все завитушки, значит, на баранчике посчитать. Не надо этого. Не надо мелочиться. Сразу видно козла и яичка. И это будет сразу все видно. И вот когда это все к нам придет, пока оно придет, нам нужно уже думать об этом. А уже к кому-то пришло. Вот пришло к Абибожьей Александре. И вот лежит ее тело, где-то здесь находится ее душа. Возможно, слышит все, что мы говорим, в том числе и про нее. И когда человек... Знаете, как на кладбище раньше писали? Может быть, вы видели такие надписи? От лица покойников к живым. Мы были такие, как вы, а вы будете такие, как мы. Почему на кладбище так полезно ходить? Потому что это такая книга жизни развернутая. И там между могилах походишь, побродишь. Например, обидел тебя кто-нибудь, поди погулять по кладбищу. Вернешься с кладбища, а обиды так не бывало. Или, например, там что-нибудь у тебя там... Ну, денег не хватает. Или начальник накричал. Или там дети тебя обижают. Или там со здоровьем нелады. Или там надо зубы вставлять, а денег нету. Ну, мало чего бывает в жизни. Погуляй по кладбище. Я вам серьезно говорю. Поброди между могилах, значит, там помолись, здесь помолись. Здесь вечную память проходит, там отчинаш почитай. Потом через часик пойдет... Между чужих могилах, между прочим, обязательно своих родных. Потом возвращаться будешь уже. Где тебе зубы? Где тут начальник? Где тебе обиды? Куда все уйдет? Потому что кладбище это книга жизни. Нам, конечно, по суетности это бывает редко, получается. Эти кладбища далеко. Где ты их пойдешь? Ну, вот, если гроб видишь, гроб несут. Значит, остановись. Шапку сними, если в шапке ходишь, значит, перекрестись. Уходит человек в вечный свой дом. Готово, раз, говорит, порваться цепочкой у колодца. И в доме плача на дороге ужасы. И отходит человек в вечный дом свой. И прах уходит в праху, а дух уходит к Богу, который дал его. Заканчивается книга «Экклезиаст». Экклезиаст как раз заканчивается таким поэтическим разговором о смерти. А только постепенно приближается человек к смерти своей, как у него. Помрачаются, глядящие в окно, зрение падает. Потом, значит, оспудевают мужи силы. То есть руки и ноги начинают быть слабыми. Потом перестают молоть мелющие на жерновах, ибо их немного осталось. Зубы выпадают уже. Мелющие на жерновах. То есть потихоньку уже человек уже жует только мягкую пищу. Бабка бабки рела. Мы с тобой в блины, ты в кисель, я в блины. То, что грызть не надо. Знаете, уже зубы выпадают. Он так это все пишет, поэтически об этом все. Что потихоньку глазки слабеют, ручки слабеют, зубки выпадают. И готовится человек отойти в вечный дом свой. Еще великое благо до старости дожить. Потихоньку, медленно скрючиться от этих прожитых лет. Ослабеть. И только чтобы вера была. Молитва остается, а тело слабеет. Молитва горит в душе, а тело слабеет. Это еще великое благо. Сколько молодежи погибает совсем не готовые к смерти. Старик хоть более-менее еще может приготовиться к смерти. Бобезнами, скорбями, опытом, умом, знанием жизни. Знанием, что здесь не за что хвататься, держаться не за что. Если детей родил и воспитал, до луков дожил, и тебе уже там сколько голова седает, чего тебе здесь держаться, за что? За что здесь особо поддержишься? Что здесь такого великого есть, чтобы можно было туда не спешить? Там лучше, чем здесь. Но веры нету, поэтому люди цепляются за эту бедную жизнь. Я цепляюсь, и вы цепляюсь. Такой, знаете, как этот самый, такой, как на льдине. Цепляешься за нее, тут цепляться-то не за что. Мы хватаемся за нее. Но вот уходит человек в вечный дом свой. Мы можем встать возле этого гроба, помолиться Богу за неизвестного нам христианина. Сказать о Господе, прости его, Господи, помилуй его. Великий и страшный путь ожидает душу. Его уже, а меня потом. Прости, помилуй, Господи, всякого христианина, к тебе сегодня уходящего. Помните, как Достоевского, старец Зосима говорит, если хочешь сделать доброе дело, а никого рядом нету, кому бы можно было подушку поправить, лекарство купить, не знаю, там сумку тяжелую поднести, то ты подумай в сию секунду о том, что каждую минуту, каждую секунду в мире кто-то умирает, а не один. И скажи, так вот, Господи, упокой, помилуй ту душу, которая в сию секунду перед тобой предстала. Говорит, быть может, никому не нужный, всеми забытый человек в это время станет перед Господом из другого конца земли. Вдруг раздастся молитва за его душу. Происходит какое-то такое таинство любви. Господь, Он же ждет этих молитв нас за других и других за нас. Поэтому сейчас мы, значит, поцелуем крест, послушаем благодарственные молитвы, потом ослужим нашу общую краткую панихиду, а там, глядишь, уже останется минут 15-10 до прихода священника, отца Павла, который будет отпевать покойницу. И если у вас есть время, если у вас еще ножки некритически болят, и есть желание, то вы можете приобщиться к этому погребению, таким образом заплатив долг любви неизвестному вам человеку. А потом кто-нибудь заплатит долг любви вам, когда вам придется болеть или умирать, и начнете еще терпеть свою жизнь. Значит, отпускай, говорит Соломон, хлеб твой по водам, по прошествии времени опять найдешь его. То есть отдавай, не думай, а потом глядишь, в нужное время к тебе так оно придет. Заканчивая, скажу вам, что такая есть однотрогательная история, однажды император Николай I гулял по Невскому проспекту. Это было время, когда императоры гуляли по Невскому проспекту без охраны, без личной охраны, без всякого, то есть никто не боялся. Его можно было с ним поздороваться. Иван Андреевич Крылов часто, значит, встречал, гуляя тоже по Невскому проспекту, императора, и он говорит, здрасте, Ваше Величество, здрасте, Ваше Величество. То есть вот эти жуткие времена царизма отличались такой невиданной простотой общения между монархами и подданными. И вот гуляя по Невскому проспекту, он на одной из боковых улиц видел, как везут дроги, то есть такая тележка такая, везет бедный гроб, не крашеный, материй не обидный, и за гробом идут несколько детей, мало-мало-меньше, едут в сторону кладбища. И он взял и пошел за этим гробом императором. Ну и люди смотрят, едет в бедный гроб, а за ним идет император, и начали пристраиваться к этой похоронной процессе. И пока доехали до кладбища, значит, за этим... А за гробом, значит, умерла мама, некая женщина умерла, такая, как Катерина Ивановна такая вот, такая, как в преступлении-наказании. Оставила по себе целую поросль, там, трех-четырех ребятишек бедных, без отца, без, значит, таких, ну, гусирок, так и что. И вот, что печальнее может быть на свете, чем такие похороны. И они за ней идут, и там могилочки везет. Император пошел за гробом. Потом, значит, люди повторяют, пристроились один за другим, и, в конце концов, до кладбища доехала огромная процессия людей. Священник отпил литию, бедное тело женщины опустили в землю, стали зарывать. Император снял там, там, с малыша картуз и бросил туда какую-то ассигнацию. Люди стали подходить и бросать туда картуз, по примеру Его Величества, тоже ассигнация. Значит, денег, собранных таким образом на кладбище, на погребение этой бедной женщины, этим детям хватило, чтобы им жить до совершеннолетия. Значит, там был назначен им опекун, чтобы деньги эти не пропали, чтобы детей не обманули. Значит, у них были улучшены квартирные условия, они стали там, могли позволить себе учиться и так далее, и они выросли и поднялись и так далее. То есть, вот такие вот, такие сладкие страницы тяжелой истории. То есть, история мира тяжела, что мы живем в мире, пораженном грехом и злобой, и грех и злоба всегда будут в мире, и до конца истребить их ни у кого не получится. Но Христос дал нам возможность жить по-другому. И кто хочет, может жить по-другому. И вот такие истории, они показывают нам, как свет Евангелия сияет среди бедности, среди несчастья, среди безутешного горя, среди прочих-прочих бед. Там, где есть сострадание и молитва, там не все потеряно, там жизнь продолжается. Там, где нету сострадания и молитвы, там жизнь гастет. Там жизнь теряет вкус, и жить там не хочется. То есть, вы, наверное, знаете по себе, что многие люди просто жить не хотят. Вот не хотят просто. Потому что жизнь у них стала пресной, безвкусной, как будто свет погас. Это потому, что погасло сострадание, погасла молитва, исчез всякий смысл из земного бытия. Смысл в земном бытии есть только тогда, когда есть молитва, сострадание, любовь и надежда на вечную жизнь, в которой отбежит болезнь, печаль и воздыхание. Наступит жизнь бесконечная. Мы туда движемся, мы крепко верим в это. И сердце наше должно предвкушать будущую жизнь, прикасаться к ней. Сердцем можно прикоснуться к будущей жизни и с уверенностью сказать, верую в вечность, верую в бессмертие, верую в вечное царство, в небесный Иерусалим, верую в воскресшего Христа и в те блага, которые Он обещал всем любящим Его. Аминь. Целуйте крест, слушайте, молитвы благодатные. И с Богом. Там уже сейчас, да, сейчас поникитка, потом, потом как уже это у вас получается. Слава тебе Боже! Слава тебе! Слава тебе!